В доме номер 25 по юбилейной улице в Савинской Слободе провели капитальный ремонт кровли. Заменили стропильную систему, обновили чердак, а также установили снегозадержатели на скатах крыши. Качество работ вместе с инициативными жителями села проверил глава Одинцовского округа Андрей Иванов. На встрече обсудили и другие проблемные вопросы. Один из главных – устаревшее электроснабжение в населенном пункте. Мы уже этот вопрос поднимаем и не один год. Здесь есть реальное разграничение по сетям и по трансформаторам. Поскольку, когда мы пишем обращение в Россети, Россети отправляют на Росаново, на Росаново отправляют к Россетям. Мы пишем это через Добродел. Добродел отвечает, мы здесь ни при чем. Это вот на Росаново и Россети, это на сети с ними. Родел, что это какая-то обезличная система. Завтра кому-то попадает. Пришли к выводу, что необходимо передать электросетевое хозяйство в ведении компании Россети, чтобы она могла включить его в свою программу модернизации. Кроме того, жители озвучили предложение организовать сквер вместо пустыря вдоль юбилейной улицы. Мы ждем пока доработать в Герман. Ничего. Хорошо. Ну, у нас там ничего не поменилось. С вашего позволения мы немножко сами в порядок приведем. Мы можем посадить сами деревья, новые яблоки. По весне сделаем тут акцию, как у него. Да, готовы. Сейчас осталось. Отдельное внимание – ремонту дорожного полотна. За последнее время в Савинской Слободе привели в порядок 46 тысяч квадратных метров проезжей части. Это практически все дороги населенного пункта. Суммарная протяженность обновленных участков – почти 10 километров. Теперь жители озвучили пожелание продумать дополнительные элементы для безопасности пешеходов. Андрей Иванов поручил руководителям профильных служб и своим заместителям рассмотреть возможность расширения разворотной площадки в районе улицы Школьная и обустройство тротуара от Савинской школы до дома номер 76. Также инициативные жители Савинской Слободы предложили преобразить внешний вид старой водонапорной башни. Был вопрос. Мне большинство высказалось за благоустройство этой башни. Ну, привести ее в порядок. Она к теплосетям относится, но это же можно организовать вместе с теплосетями. Наше предложение было покрасить ее в цвет российского флага. И чтобы это было патриотично, надо поднимать же дух страны. Андрей Иванов оценил творческий подход активистов к благоустройству родного села и добавил, что в таком случае после преображения башни там стоит добавить освещение. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.